Приветствую вас. Я сразу расскажу о том, что если вы хотите помочь своим детям, то есть если вы хотите, чтобы ваша дочь вела себя по-другому в отношении к мальчикам, и чтобы сын вёл себя так же иначе, то есть если вам нужно будет самостоятельно изменить своё отношение к мужчинам. А поскольку ваше отношение к мужчинам выработалось в результате такого же отношения к мужчинам у вашей мамы, то, соответственно, сперва нужно проработать детско-родительские отношения. Почему ваша мама так относится к мужчинам? В частности, к своему мужу, к вашему отцу. Казалось бы, ну, если ты живёшь с человеком, если у вас есть с ним общее что-то семейное, брит, какие-то общие дела, общее хозяйство, имущество и так далее, то этого человека, как минимум, нужно у ваша. Да, у него есть недостатки, но недостатки есть у всех. А вы перечислили недостатки мужчин, вы перечислили недостатки своего отца и мужа, и, в принципе, эти недостатки, они действительно есть. Никто не спорит с тем, что их нет. Другое дело, как к ним относиться. Другое дело, пытаться ли понять человек, почему он так себя ведёт, откуда взялись у него эти недостатки. И понять, что какие-то недостатки, часть из этих недостатков, это обратная сторона, по сути, достоинств. Грубо говоря, вот такой, приведу вам пример, может быть, вам он будет, ну, как, понятнее или нагляднее отражать то, что я хочу до вас донести. Предположим, есть некий такой военный человек, да, например, генерал, скажем, ну, или просто любой человек, который занимает такую высокую должность в военной сфере. Этот человек привык командовать людьми, привык командовать большим количеством людей, и, соответственно, у него выработался определённый подход к людям вообще. И если этому человеку приходится кричать, приходится разговаривать постоянно командным голосом силу своей работы, силу своего образа жизни, то понятно, что он будет дальше разговаривать и со своими близкими. Просто потому, что по-другому он не умеет. И там, где вот его манера общаться, плюс там, где его выдержка, там, где его, может быть, жесткость, может быть, вот такая, знаете, категоричность, твёрдость, целеустремлённость, упорство, там, где это плюс для семьи, понятное дело, это минус. Но семья не переделает человека, потому что он такой, какой он есть. И если бы он был другим, то это бы означало, что он не смог бы тогда быть тем, кто он есть. То есть, быть, например, генералом. В моём примере. Понятно, что бывают разные люди, и понятно, что не все генералы такие. Но этот пример я привёл для того, чтобы вы увидели, что определённые недостатки людей, недостатки людей есть всегда, в принципе. Всегда и везде есть недостатки людей. Так вот, недостатки людей, это как минимум частично, всегда продолжение их же достоинств. И вот это нужно понимать. И если это понять, то какую-то часть недостатков, ну, условно говоря, вы перестанете воспринимать как недостатки. Потому что будете знать, откуда они берут своё начало. И если вы будете это знать, то, соответственно, и относиться к этому будете уже иначе. По крайней мере, если вы будете делать это постоянно, если вы будете делать это периодически, если вы будете себя контролировать, то у вас есть шанс на это. То есть, на более глубокое понимание того, почему люди ведут себя именно так, а не иначе. Далее. Далее нужно сказать следующее. Предположим, есть у человека недостатки, которые не являются продолжением его достоинств. Такое тоже бывает, и бывает, к сожалению, часто, но это не повод человека за это, например, презирать. То есть, да, он не идеален, но он такой, как он есть. И он не будет другим. Вряд ли он будет другим. И это означает, что, презирая его, вы только не стратите время на этого человека. На того, кого вы презираете. Но вы или с ним живете вместе, или вы с ним имеете что-то общее, или вы не имеете с ним ничего. Потому что, если человека вы не любите, если человека вы презираете, но при этом вы все равно с ним, то, простите, это лицемерие. И вы свою дочь, учите лицемерить, скорее всего, неосознанно. А своего сына вы приучаете к тому, что он заведомо неполноценный. То есть, ваш сын неполноценный, только потому что он мужчина. согласитесь, что данная позиция является как минимум такой, достаточно еруиконосный. То есть, вот, человек родился определенного пола, и из-за этого на него тут же повесили еруик, что он, например, неполноценный. вот если вы с этой идеей, с этой мыслью согласны сами, то у вас есть шанс изменить свое отношение к мужчинам и к своему сыну. Но только через проработку поведения вашей мамы. То есть, поймите правильно, вы не единственная женщина, которая относится к мужчинам так. И я думаю, что некоторые мужчины действительно достойны такого отношения, какое у вас есть к ним. Чего уж там как бы скрывать, и чего уж там греха таить, но некоторые мужчины именно и формируют такое отношение к себе женщинам. Но некоторые мужчины это, во-первых, не все мужчины. А если мужчина такой, то возникает вопрос, зачем же вы все-таки с ним оживаете? Вот, например, если ваша мама постоянно перетирает, как мы выразились, косточки своему мужу, то зачем она с ним? Зачем ей нужно это делать? Перетирать косточку? Для того, чтобы для себя что-то получила. Что? Само утверждаться за его все? Считать, что она лучше, считать, что она более продюсирует, лучше понимает какие-то вещи, какие-то ситуации и так далее? Можно. Но простите, а что, она неуверенна в себе? Неизвестно. Но только неуверенна неуверенна в себе человек будет так поступать. И весь вопрос заключается в том, хотите ли вы быть такой же неуверенной, как она? При том, что может быть и, скорее всего, и вы, и она в себе уверены. просто инструктивно это лишний повод, лишняя возможность ну, вот как-то возлюбиться над кем-то и тем самым подчеркивать лучше себя. Это не есть хорошо, потому что еще раз указывает свои недостатки. и вот если вы поймете, что заставило вашу маму так себя вести, что заставило вашу маму относиться к мужчинам именно так, а ее что-то заставило это делать, не просто так, она начала к ним относиться подобным образом. Ее что-то заставило и нужно понять, что ее заставило, для того, чтобы вам извлечь из этого какой-то вывод, для того, чтобы вам что-то для себя понять, понять, в чем ваша мама, например, была неправа. и поняв это, вы сможете сами не повторить ее же пути. А не повторить ее пути, вы сможете привить другую модель поведения. Заметьте, я сказал другую модель поведения, не сказал правильную или неправильную модель поведения, здесь каждый определяет для себя сам, что правильно, а что нет. Вот когда я читал ваше сообщение, мне казалось, что вы достаточно уверены в том, как вы поступаете. И переубеждать вас, говорить о том, что вы неправы, что так нельзя, я не буду. И никто из профессионалов этого не будет делать, потому что это неэтично. У вас есть свой взгляд, у вас есть своя точка председрения, у вас есть свое убеждение, и они помогают вам жить, они помогают вам быть той, кто вы есть. Это прекрасно. Но если вы хотите изменить поведение своих детей, дети-то ведь равняются на вас, дети-то ведь имеют в качестве отраска поведения вас, то меняться придется вам. А чтобы измениться вам, нужно уже вам обратить на свой первичный образ такого поведения, а это ваша мама. А у нее есть свои, кстати говоря, причины, на то, чтобы так себя вести. И если вы эту причину для себя поймете, то есть шанс, и шанс большой, что свое поведение вы измените, а значит, поможете детям. Вот так. Еще повторю, никто вас не осуждает. Ну, я точно осуждать не буду. Но уважаю ваше желание изменить поведение детей. Вы молодец. Хотите для детей другого поведения. Это похвально, это прекрасно, это здорово, но для этого требуется определенная работа, в частности вам с самой собой. Если готовы, все получится, если нет, ну, значит, девочка будет вести себя так же, как вы и ваша мама, а мальчик будет, по сути дела, иметь определенные проблемы. Но эти проблемы, если они касаются позиционирования мужчины в отношениях с женщиной, являются мимикричными. То есть, да, мужчина может быть чувствовать себя ниже женщины, женщина будет чувствовать себя выше, но кто знает, может быть, этому мужчину это устраивает. Ведь ваших же мужей устраивает то, что вы так относитесь к ним. Ну, вот, со своим мужем вы развелись, там тоже требуется разобраться, почему. Но, кстати, вы поступили правильно. Вместо того, чтобы человека презирать, и вместо того, чтобы терпеть его, вы решили разорвать с ним отношения. Вы пошли дальше, чем ваша мама. Вы молодец. Но, а кому-то, какому-то мужчине такие отношения могут быть подходят. Так что, здесь все относительно, здесь все индивидуально, но, то, что вы делаете, я считаю, похвально, и, надеюсь, мой ответ поможет вам найти ниточки и пути к достижению того, чего вы хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok